МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ничего, вот. Да ничего. Слушай, ну зато теперь ясно одно. Если свалил, значит, виноват. А с чего ясно? Ну как, был бы невиновен, постарался бы объяснить. Это когда к тебе в лицо ножом тыкают? А ты за него вдруг стал, да? Нет, ну нельзя же вот так вот просто на человека. А что ты засомневался? Ну, он взял хату в новом доме, живет в ней. Мне кажется, убийца не стал бы так подставляться. Во-первых, я знаю, что у него в башке творится. А во-вторых, идея с хатой не его. По-моему, Леха подсказал. Так? Ну да. Ну что, ладно, погнали домой, это у нас опередит. ПО-моему, Леха подсказал. ПО-моему, Леха подсказал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чувак, ты как? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 МАН-МАН Personally. Для нас есть миллиард 계 Bentayette? Я бы хотела поговорить о моем сыне, Вадике. Вадик рассказал мне, что ты на прошлой неделе возил его на какие-то полеты или... Дай угадай. Ты боишься, что твой сын пойдет по наклону, как и я, да? Наоборот. Я... Просто после той... того вечера... Он целых два дня был нормальный, без депрессии. Я не знаю, как у тебя получилось так повлиять на него. Я надеюсь, конечно, что это были полеты, а не что-то незаконное. Да расслабься ты, мамочки. Я и закон теперь лучшего друзей. Пойдем. Вообще-то я хотела попросить тебя о помощи, Женя. Я тебя прошу, я очень тебя прошу, почаще видеться с моим сыном. Ему это пойдет на пользу, а я сама уже не знаю, что делать. Записал? Да. Смотри, Антохе либо Женьку звонишь. Ага. Сам только ничего не делай. Слушай, а если Валера зайдет и сразу выйдет? Ну, Гарик, тогда его надо задержать. А как? Ну, тут уже фантазию надо подключить. Смотри, вариант тебе. Если что, можешь бежать за ним, прямо орать, что он тебя изнасиловал? Тогда его кто-нибудь остановит? Все, мы тут подтянемся. Вот я буду бежать за ним и очень громко орать, что он изнасиловал моего брата. Тебе чего? Да ничего. Я этажом, походу, ошибся. Ага, походу. Ага. 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 Ну? Ну что? Короче, там на седьмом этаже на ступеньках сидели двое мальцы. Короче, одному лет пятнадцать, другой чуть постарше. Высокий такой, краткострижный, белобрыстый. Так точно. Ага, Лёля-ка, Гарик. Понял. Эй, стул! Пазар был за штуку? Ты чего даешь? За штуку, это если бы я в квартиру попал. А так, извиняй, брат. Ну, козел. Привет. Привет. Похлещем монготворение у тебя. Лен, тут девчонки спрашивают, ты за блогом покойников следишь? Что? Ну, видеоблог, он в топе сейчас. Его один из вашего дома ведет. Диджей Серега. Я слышала, но не интересовалась. Короче, он в блоге про вас прощает. Берет интервью у тех, кто пострадал от взрыва. Так про тебя там тоже будет? Ты дашь интервью? Не знаю. Я не думала об этом. Нам просто интересно. Хотя, может, Серега забил? Ты знаешь, у него давно новых постов не было? Если хочешь, я его спрошу. Короче, я договорилась. Все нормально. Она узнает. Извините. Возьмите лучше это. Она хоть и дешевле, но хорошая. Я всегда им пользуюсь. Спасибо. Ну, вы не подумайте, это не реклама. Я не промоутер. Просто я вас узнала. Блог покойников. А я у вас в фолловерах. Круто. Ну, может быть, еще что-нибудь помочь с покупками? Могу посоветовать, что получше. Я, честно говоря, ничего в этом не соображаю. Раньше это было по части. Так, с чего начнем? Ну, ты даешь! Я вам говорю. Дима, как Петь научишься, тогда я тебе в эфир и поставлю. Да он же мега-звезда теперь. Ну, знаешь, Петь как не умел, так и не умеет. Давай, погоди. Так вот, где она творится. Магия. Ну да, я тот еще волшебник. Еще бы. Твой последний ролик набрал столько же лайков, что и клипнул о бутенах. Да? Кстати. То вино, что я тебе посоветовала. Давай попробуем прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, я еще вина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помогу тебе всех забыть. Кого всех? Неважно всех. Кого забыть? Неважно. Ты Катю меня ожидал? Моя невеста? Да проехали. Иди домой. Просто свали сейчас. Придурок. Продолжение следует. Продолжение следует. Дружище, выручи. К жене домой собрался. На билет не хватает. Выручи соточку. Похоже на то, что у меня есть лишняя соточка? Нет. Месяц назад чуть на воздух не взлетел вместе с этим гребаным домом. Баба одна понравилась. Так прям перед носом с другим замутила. Живу под другим именем и каждый день трясусь, что кто-нибудь узнает. Ночью вообще чуть не порешили. И ищут теперь, чтоб дело закончить. А за что? За то, что прораб гнилой баллон купил, а я смолчал? Вся жизнь чертовой матери. Ты тут еще со своей соточкой. Нет у меня соточки. Ничего не осталось. Держи, брат. Тебе нужнее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи, брат. Тебе нужнее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Играть на улице не судьба. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А тебе что, жалко, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты два раза в дверь попала, а я в это дело. А я не вижу связи между уроками и дверью. Ну, ты знал бы, если б сам иногда учился. Иногда учусь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Шум отвлекает, понятно тебе? Ну, я под Ленинград уроки делаю как-то нормально. Одни пятерки получаешь, небось? Небось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушай, иди играть на улице, пожалуйста. А я не могу. Понимаешь, я караулю здесь, дело у меня есть. Ну, не стучи хотя бы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скучно. Не стучать. Делать нечего. Слушай, а... Ну, если я прям совсем тебе мешаю... Если ты не против... Если ты хочешь, можешь выйти, мы здесь пообщаемся. Просто постоим и... Ну, это чтобы я не стучал, да? Ну, чтобы нормально было. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разбежался. У меня уроки, ты забыл? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кстати, Ленинград годная группа тоже нравится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Серьезно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я думал, ты по Тиму Билану залипаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наташа, кто тебя встречает? Что? А Антон тебе должен был встретить, нет? Да нет. Пойдем? А в чем дело, Валяр? Ну, в чем? Я тебе сейчас все объясню. Пойдем только в парашюте, пожалуйста, быстрее. В общем, пришлось с моста прыгнуть. Валяр, ты меня прости, конечно, но я не могу в это поверить. А что тут верить-то? Я сам с пьяну, с дуру ляпнул про баллон. Они решили, что я виноват, понимаешь? Я говорил, между прочим, про рабов, про баллон. Так был послан. Валяра, я не могу поверить, что они хотели тебя убить. Но ты просто не так их понял. Да. Сложно понять не так, когда у тебя у горла нож. Ну, хорошо, а от меня-то ты что хочешь? У меня все деньги, почти все деньги в банке. А в доме, в моем, ну, в нашем. В комнате, в комоде, в выдвижном ящике, там и паспорт лежит. Причем, не могла бы ты меня вынести? Мне же тебя все равно не тронут. Наташа, я умоляю тебя, помоги. Мне даже обратиться не к кому больше. Я даже в... Я даже в полицию не могу пойти, потому что Женя, и... Антона, и все остальные сразу скажут, что я мошенник под чужим именем. Умоляю, Наташа. Помоги. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ненавай, ну! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Наташ, открывай, мы же знаем, что ты там. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Наташ, ну, глупо, правда, тяжесть. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тедак, ты молодец, отдохни пока. Ты куда? Я вообще-то вас не звала. А мы как насморк, без приглашения. Послушайте, а какое вы вообще имеете право? А какое право Валера имеет тут жить? Ну, тогда уж и мою комнату обыщите. Чего уж там? Ну-ка, Малой, сходи, посмотри. Только не вздумай красть мое белье. Я потом все трусы пересчитаю. Чего это ты там не видел-то-то? Стоять! Это мое. Стоять! Субтитры сделал DimaTorzok СТУК В ДВЕРЬ 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 Чего? Все в порядке? Ну да, нормально. А ты чего хотела? Я хочу видео записать для блога. Хочу рассказать свою историю. Ясно. Думаешь, легче станет? Ты знаешь, я, наверное, потом зайду. Да нет, давай сейчас. Давай завтра об этом поговорим? Давай сегодня, давай. СТУК В ДВЕРЬ Мне кажется, ты не в состоянии. Лен, я в отличном состоянии. Ты что, с ума сошел? Ладно, давай разогреемся перед интервью. Нам не мешает. Стой! Наверное. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ладно, малой, я отчаялеваю. Остаешься за старшим. Угу. Вы долго будете меня держать? Лёх, знаешь, что делать? Да, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕБЕ ЧЕГО? уроки сделал ну ну пойдем в кафе кофе выпьем надо же чилить иногда мать до пухнет а ты всегда ты криво выражаешься чего криво ты чили значит отдохнуть а пухнет я в курсе я просто не люблю куда всякие словечки пихают везде как будто кто заставляет что дофига правильная что ли может и дофига нормально но правильные девочки же любят плохих парней это ты про себя ты плохой парень ну пойдем в кафешку и узнаешь и лёлик привязал к фигуренка к этому к снегоходу давай по полю ездить страшно снег в лицо но весело же я еще тогда орал я жизнь люблю потише вот потом папаны приехали люлику по шеям влетел сильно зато что тюбинг привязал за то что снегоход взял без спроса да никогда не забуду тогда еще всей семьей первый раз шашлыки жарили весело было папа изрядно выпил гитару взял у костра сел начал песни петь он при нас никогда не пил ни за что все что они ржали я никогда не забуду вечер тот я сидя у костра еще подумал теперь я жизнь люблю теперь все хорошо я сейчас сижу здесь думаю жизнь то говно ты прости что униксов совсем я не знаю что нам надо командир чувство такое странное ну как тогда я тебе рассказывал орать хочется еще а вдруг просто хочется и все даже не вздумай гайку прекрати люди же ну и что давай вместе давай вместе кричать да плевать на всех нам весело это главное нет так я буду тебя трясти пока ты не закричишь давай а кричи че ты как кошка резаная громче кричи а а а а а а а женщина мы просто любим жизнь хочешь подарить мне незабываемое катание на водных лыжах я с удовольствием только в плавке забыл забыл ты сегодня на потанцовках развлекайся у меня вот она красавица наша на два часа два часа а что топить из тоски не самый плохой итог 200 лошадей 60 узлов чат покатаемся ну чего как тебе наша ласточка это так на зоне в катерах научили разбираться да нет в интернете боюсь спросить а ты по интернету тоже водить учился да шуткуешь это хорошо а спасательный след мне не полагается спасательные жилеты для слабаков я пережил взрыв чтобы потонуть в реке ну ладно и потому не и и и и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не булькай. Хочу и булькай. Не булькай, говорю, с ременью пускаешь. Не булькай. Бризгуешь? Ну вот, считайте, меня поцеловал. Нифига не считать, не поцеловал я тебя. Хорошо. А что, я прям такая, что у меня ей поцеловать не хочется? Хочется. Но только по-настоящему. Правильные девочки на первом свидании не целовались. За что сидел-то? Который раз? Так это твой не первый срок? Первые 16 лет. И за что? За всякое разное. Не хочешь говорить? Не хочу. Тише, 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 тише. А ты убивал? Убивал. Голубя в третьем классе из рогатки. Не, серьезно. Людей. Я тебе так скажу, пацан. Никакой доблести в убийстве мы. Нет, ты, конечно, потом себя оправдать можешь. Только все эти оправдания там шлак. И в душе потом у тебя будет. Шлак. Я что, вам тут пленница? Нет. Я к подруге обещала в восемь заехать. Пожалуйста, езжай. Только ключи оставь. В смысле? Ты что, отпускаешь меня? Ну, никто не держит. Ключи только оставь. Я тут Валера буду ждать пока. Ну, ладно. Пока, что ли? Угу. Ну, я пойду, а то мамы там. А, угу. Позовешь еще гулять или как? Угу. Другие слова забыл, что ли? Да нет. Я просто не хочу, чтобы ты уходил. Я тоже. Пока, Гарька. Ах, Ева. Прости. Что? Я как пьяный дурак был. А сейчас трезвый? Ну, да. Сейчас я два пальца в рот поел и поспал. Давай без подробностей. Извини. Лен. Давай мы все-таки запишем интервью. Извини, Сереж, я не хочу. Я вообще больше ничего не хочу. Лен, пожалуйста. Я обещаю тебе. Я не буду больше приставать. Я вообще даже не подойду к тебе. Я клянусь. Просто я не хотел даже. Нет, понимаешь, мне как будто заклинило что-то в голове. Причем не в штанах, а в голове, понимаешь? Плохо мне было. А сейчас хорошо? Ну, средненько. Хватит кусочничать. Сейчас кушать будем. Я в кафешке поела. Поела? С кем? Что ты делаешь с кем? Ну, в кафешке. С подругами или как. Или как. А рассказать мне не хочешь? Хочу, но тебе и не понравится. Ну, теперь ты обязан мне рассказать. С мальчиком я была. Ну, а почему не понравится-то? Ну, скажешь, типа, со шпаной связалась или типа того. Ага. А ты связалась со шпаной. Это... Гарик Наумов. С нашего старого дома. Ну, я рада за тебя, Анют. Только глупости не наделайте. Мы постараемся, мам. Ну, позвони Жеке, куда он пропал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А по тебе и не скажешь, что ты сегодня особенный кайф испытал. Да нет, мне это все понравилось. Но сегодня же твой вечер. В чем проблема? Не, так дело не пойдет. Я тебя тут развлекаю. Заслужил объяснений, наверное. Наверное. Ну, и? Знаешь, у моего отца была моторная лодка лет 20 назад. Мы с ним каждый выходной ходили на рыбалку. Я помню, Лёвым первый раз дал мне порулить. Лодки тогда были другие. Максимальная скорость, наверное, 8 километров в час. И отец не запрещал поворачивать резко. Вот тогда я испытал кайф. А сейчас... Сейчас все другое и... Другое. Просто приятно иногда вспомнить. И никакой дерьмо из меня эти воспоминания не выбить. А дерьмом было много. Да и сейчас немало, по-моему. Но эти есть и хорошие. Правда. Ну, разве что, катера с мотором на 200 лошадей? В людях, пацан. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что там? Где его носит? Рычага уже едет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что говорить нужно? Ну, что душа поскажет. Точнее с детства. А там, если что-то не понравится, вырежем. Угу. Готово? Куда смотреть? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Туда. Давай. Одиночество, оно как бы преследует меня по жизни. А после взрыва мы вообще с ним рука об руку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! Подожди. Антон, он не виноват. Это же баллон. Что он мог сделать? Какой нахрен баллон? Он бомбу заложил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У Рэя Брэдбери есть роман. Смерть – это дело одинокое. Не помню, о чем книга. Но... Эта фраза... ...прицепилась. Смерть – дело одинокое. Я думаю, разве все мы не в одном и том же положении? Разве все мы не несем в себе эту самую частицу смерти? Вот и получается, что все мы почти в равных условиях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все мы пережили какие-то свои личные взрывы. Вот и получается, что в конечном итоге все мы не так одиноки в своем одиночестве. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА